МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самолеты с литерой Су на борту вот уже 7,5 десятилетий защищают небо нашей Родины. Талант конструкторов компании «Сухой» передался и боевым машинам, которые они создавали. Этот талант – умение точно выбрать правильную цель. Когда речь идет о безопасности страны, об обороне государства, слишком велика цена ошибки. И в первую очередь это, конечно, касается оборонной промышленности и военной науки. В промышленности и в науке крайне важно следовать проверенным жизнью традициям. Хранителем этих традиций является школа. Отличительная черта школы авиационного конструктора Павла Осьпевича Сухого в том, что именно в этом КБ всегда старались срезать углы и опережать время. И когда создавали самолеты для сталинских «Соколов», и потом, в наше время, когда ставят на крыло перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации – самолет Т-50. Т-50 – это боевая машина пятого поколения. Но любой самолет в компании «Сухой», даже этот самолет будущего, создается для обычных строевых летчиков, а не только для пилотов АСА. Основной критерий при проведении испытаний летчики-испытатели требуют, просят, уговаривают, умоляют, что самолет должен быть таким, чтобы человек с нормальной психикой, обычный, так скажем, летчик, мог легко выполнить абсолютно любую задачу в сложнейших боевых условиях. Снижаться начал, что-то у меня, бездет, время там стал брать. Я хочу сказать, что у американцев есть и в 22, и в 35. Мы не пошли по пути повторения одного из этих проектов. Опять попытались создать какой-то сбалансированный комплекс, который будет обеспечивать превосходство над потенциальными конкурентами. По мнению главного конструктора Т-50 Александра Давиденко, этот самолет вобрал в себя все лучшее из того, что было сделано в компании «Сухой». В развитии любой техники, особенно в военной технике, всегда наступает крайне важный этап, когда необходимо совершить рывок вперед, спурт, выйти на что-то принципиально новое. Иначе не успеешь оглянуться, а тебя уже догонят и затопчут конкуренты. Т-50 стал первой боевой машиной компании «Сухой», которая была полностью спроектирована с помощью цифровых технологий. Сегодня в мире нельзя производить технику белосэлектронного проектирования без создания электронной модели. Сегодня конструкторы компании «Сухой» для работы с электронными моделями также используют суперкомпьютеры, созданные в Федеральном ядерном центре, который находится в Сарове. Мы имеем сегодня возможность проводить моделирование поведения реальных конструкций в реальных условиях эксплуатации, тем самым как бы предсказывая поведение самолета. Эффективность электронного макета наглядно демонстрирует вот этот видеоролик. На левом экране цифровая модель самолета. На правом – это же боевая машина во время летных испытаний. Мы показываем этим роликам, что большая часть может на сегодняшний день моделироваться еще до того, как самолет, собственно, создан в железе. Работа также увлекает, как и игра. При первоначальном внедрении электронного проектирования все молодые конструктора констатировали, что модели создавать гораздо интереснее, чем чертить. В компании «Сухой» существует фирменная система привлечения молодежи. Это позволяет поддерживать высочайший уровень работы, даже несмотря на естественную смену поколений. Молодежи много и в КБ, и там, где собирают самолеты. Авиационный завод имени Юрия Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. Цех, где собирают Т-50, мы показать не можем. Самолет является сверхсекретным. Но многое из того, что было реализовано при создании Су-35, сборка которого происходит вот в этом цехе, используется и в Т-50. Каждый инженер, каждый технолог, каждый плановик, каждый производственный мастер у нас сегодня, он работает в системе на предприятии, он разбирается в электронных моделях. В Советском Союзе запуск самолета совершался дважды. Один раз его делали штучно на закрытых опытных производствах. Потом отдавали документацию на серийный завод. И уже там ее перелопачивали под свои возможности. Серийные технологи с серийными конструкторами садятся за этот проект и чехвостят его в хвост и в гриву, обретая его в тех технологические формы, которые им привычны. Сегодня опытные самолеты сразу строятся на серийном заводе с максимальным учетом технологий на этом предприятии. Сегодня даже в процессе изготовления самолета пятого поколения мы осуществили так называемую процедуру единого запуска. Мы передали комплект документации на завод в электронную введение. Одновременно была практически завершена технологическая подготовка производства. Это единая работа технологов, завода, конструкторов, серийного КБ и конструкторов УКБ Сухого. Как только мы это сделали, мы должны органически все это объединить в компанию. Мы превращаемся уже не в АКБ, а мы уже живем вместе с заводом. Это энергетический эффект объединения в одну компанию. Только на одной оптимизации ценообразования мы получили эффект, который считает миллионами долларов. Раньше генеральному конструктору приказывали «Построй такой-то самолет». А за какие деньги? Его это не волновало. Компания «Сухой» сегодня этого позволить себе не может. Иначе попросту прогорит. В условиях постоянной бюджетной экономии любое правительство будет давать деньги только под реальные проекты. Не просто красивые, современные, модные, а вот реальные, которые вписываются в принцип цена-качество. Компания «Сухой» является именно той фирмой, которая предлагает проекты по цене и качеству. И дает это быстро. Минимум летных испытаний – максимум работы на землях. Только благодаря такому подходу Т-50 был создан за столь короткий по авиационным меркам срок. Всего за 8 лет. Т-50 – сумасшедшее количество стендов. Все работы проводятся на стендах. И только на испытания выносится то, что подтверждает полученные результаты на стенде. Практически с самого начала создания нового самолета конструкторы работают совместно с летчиками-испытателями компании «Сухой». Летчики принимают непосредственно участие при создании новых самолетов. Как у Владимира Семеновича, ты мне с чертежей был знаком. Поэтому, естественно, самолет уже знаешь. Но как он летает, только можно понять на стенде, при отработках. И он влюблен готов. Но первыми отправляют самолет в виртуальный полет конструкторы – люди, которые проектируют боевую машину. Су-35 – это первый многофункциональный самолет с одним членом экипажа. И сделать так, чтобы один человек смог совмещать в себе функции и летчика, и оператора – задача очень сложная. Для этого требуется очень тщательная отработка логики взаимодействия между человеком и машиной. Влияние летчиков – оно просто колоссальное. Потому что многие вещи – это просто эргономика взаимодействия человека с машиной. И тут конкретные пожелания летчиков нужно исполнять. И ложусь на боевой курс выполнения боевой задачи. Девчонки. Взгляд инженера и взгляд летчика – он сильно отличается. И то, что может казаться очень удобным и хорошо реализованным инженером, для летчика может быть как раз неудобным. Там больше двух часов находишься в постоянных вот этих перегрузках, в непонятных вращениях для организма. Вот там, в общем-то, устаешь. Вплоть до того, что иногда нужно просто включить чистый кислород, подышать немножко так, чтобы до себя прийти. На этом стенде элементы самолетной электроники, которые созданы на различных предприятиях, впервые встречаются друг с другом. И конструкторы должны научить их работать вместе, как единый организм. Мы можем в день провести десятки реализаций, поднять в воздух по необходимости столько, сколько нам нужно целей, провести проверку сложных режимов, которые в воздухе практически невозможно сделать, в реальных условиях, из-за того, например, что они просто опасны. Что-то я теряю высоту, высоту теряю. Нет, чуть в стороне, ладно, я сейчас глиссот попробую поймать. Подняться надо выше. Почему? Ну, не уследил, не уследил просто. Современный бой предъявляет и к самолету, и к летчику очень высокие требования. Задачи, которые сегодня приходится выполнять пилоту, намного более сложные, чем даже те, которые стояли перед ним совсем недавно. Если раньше самолет мог применить пять видов ракет, то теперь номенклатура вооружения, там, 42 вида оружия. Более того, это необходимо применять одновременно, по разным целям. Вот сейчас я под глиссады еду сильно. 200 метров, конечно, не делал для посадки. Быстро снижаюсь. Так мы стойки убьем. Конечно, все-таки не летчик. Это некоторым образом компьютерная игра, но отличие в том, что она исполняется на реальном самолетном оборудовании. В компании «Сухой» традиция максимально сократить летные испытания, не рисковать жизнями пилотов, начала формироваться еще при Павле Сухому. Павла Сухого всегда отличал особый стиль проектирования боевых самолетов. Его так и начали называть, стиль Сухого. Он предполагал максимум новых решений и минимум рисков. Другими словами, здоровый технический консерватизм. На первый взгляд Павел Сухой очень соответствовал своей фамилии. Редко улыбался, немногословен был, но он был в то же время сосредоточием вот интеллигенции в самом положительном смысле слова, когда говорят о русских интеллигентах. Мне запомнилась вот фраза, если совещание продолжается больше 20 минут, значит, оно не подготовлено. Он принял те решения, которые оказались правительскими, такими, которые очень далеко дали эффект. Это предвидение. Павел Сухой и созданный им коллектив обладали уникальным талантом. Они одинаково успешно создавали машины самых разных типов и которые решали самые разные задачи. Истребители, штурмовики, бомбардировщики. Это было отличительным признаком школы Сухого. Сухого всегда отличала надезна. Всегда в каждом проекте, если посмотреть, было что-то новое, которое давало конкурентные преимущества. Мне очень нравится фраза Тетсу. Мы сегодня должны делать то, о чем другие будут думать завтра. Вот это мы умеем, вроде умеем делать. Не в последнюю очередь именно поэтому сегодня 60% всех боевых российских самолетов это машины с литерой Су на борту. В работе конструктора случается так, что именно незавершенный проект давал намного больше, чем доведенный до серийного образца машина. Многие современные технологии боевых самолетов были разработаны именно тогда, когда создавался стратегический ракетоносец Т-4. И в этой истории Павлу Сухому пришлось конкурировать с влиятельнейшим Андреем Туполевым, которого Сухой по праву считал своим учителем. В конце 50-х главной ударной силой военно-морского флота США стали авианосные группы. Для борьбы с ними был необходим сверхзвуковой стратегический бомбардировщик, вооруженный ракетами. В военном очень нужен был самолет, а Павел Сухович Сухой предложил проект этого самолета, который удовлетворял те требования, которые военным на тот момент времени нужно было. Павел Сухой был учеником великого Андрея Туполева. Именно бригада Сухого построила легендарную машину Туполева, самолет АНТ-25. На нем экипаж Валерия Чкалова совершил перелет через Северный полюс в Америку. И вот теперь Сухой вступил в жесткое соревнование со своим учителем за проект бомбардировщика-ракетоносца. Делать дальний сверхзвуковой бомбардировщик совершенно непрофильный для нас. Андрей Николаевич Туполев позвонил по лощу. «Паш, этот самолет не твоей размерности. Ты делаешь хорошие истребители. Вот, поэтому ты с ним не справишься». На что по лощу ответил Андрей Николаевич, уважаемый, «Да, вы мой учитель, и я надеюсь, я неплохой ваш ученик, поэтому я справлюсь с этой задачей». И Туполев, который одновременно как бы на этом поле играл, точно так же, да, и предлагал свою машину, он оказался в этой ситуации неудел. Новому самолету присвоили секретную литеру Т-4. Хотя между собой в КБ его называли «Сотка». Потому что взлетный вес ожидался в районе 100 тонн. Правда, в результате он вырос там порядка до 120 тонн. Но так к нему прилипла эта «Сотка». Как показывает авиационная статистика, коэффициент новизны нового самолета обычно не превышает 30%. У Т-4 «Сухого» этот коэффициент составлял 95%. В ходе работы над самолетом было сделано и внедрено около 600 изобретений. Новые давления надо делать. Надо делать новые привода. Надо делать новые технологии. Там уже были отработаны такие вещи, как применение титана, сварка титана. Впервые была наша авиация. Т-4 «Сотка» совершила 10 успешных испытательных полетов. Но вскоре проект неожиданно закрыли. Конечно, было обидно. Очень было странно. Не то, что обидно было вообще, как величайшую несправедливость. Судьба великого конструктора Павла Сухого – это линия сплошных парадоксов. Например, он являлся генеральным конструктором одного из ведущих КБ Советского Союза и при этом, как ни странно, не был членом коммунистической партии. Он получал сталинские премии за разработку самолетов, но они почему-то в серию не шли. Он находился как бы в тени своих более известных коллег – Микояна, Туполева, Яколева. Он не был как они, которые могли ногой открывать властные двери. Но когда пришло время новых скоростей, время сверхзвука, то там оказались именно Сушки. Именно они, самолеты Сухого, стали основой фронтовой авиации. На Сотке впервые в нашей стране применили так называемую электродистанционную систему управления. Сегодня она основной элемент управления любого самолета. Причем трассы, по которым передаются команды из кабины пилота, многократно резервированы. Поэтому отличительная черта самолета в Су – надежность. Вот отключаю первый соединитель, то есть имитация первого отказа. Ну, как видите, привод продолжает работать. Отключаю второй соединитель, опять продолжает работать. Отключаю третий соединитель, продолжает работать, собственно, как и должен продолжать. И после того, как будет отсоединен четвертый разъем, привод должен перестать функционировать и уйти в край. Мы сейчас в этом убедимся. Отсоединяем. Вот действительно, привод ушел в край. Считается, что последовательно четыре таких отказа – событие невероятное. Ведь трассы максимально разнесены и проложены по разным бортам и отсекам самолета. Даже в тяжелом бою они не могут быть повреждены сразу все. Управление самолетом затруднено, хотя, конечно, для управления самолетом в этой отказной ситуации требуется навык. Международный авиационный салон во французском Леборже. К сожалению, погода была очень плохая. Низкая облачность, грозовое положение, даже дождь шоу. Случилось непредвиденное. Во время демонстрационного полета, когда я стал выполнять петлю, в верхней точке меня попала молния. У меня практически все радиоэлектронное оборудование сгорело. Первое у меня инстинктивно руки схватились за катапультные одержки кресла. Первая мысль была, надо катапультироваться. Потом, взявшись за ручку, попробовал, смотрю, самолет управляется. Думал, значит, еще рано. Вывел из фигуры, ну и я чисто по бариметрическим приборам вошел и сел. Я летчик Красивая форма, лампа с голубой И даже завидует кто-то порой Я летчик И звук от турбин на земле лучше звук А мой самолет — это мой верный друг Я летчик Мне хочется в небе бездонным летать За это готов я полжизни отдать Я летчик Ни чертова небу я душу продал Мне кажется, я от рождения летал Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить Даже хмурый денечек Покойного мистера Во в нем петлю свернут души Там вираж, бочка, горка Я летчик Пускай перегрузка предали, стерплю Но небо родное предать я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней, а над нею Я летчик Когда создавали систему электродистанционного управления для Т-4 Сотки Конструкторы и летчики очень боялись отказов Ведь это было впервые в истории авиастроения Такие прорывные проекты, как Сотка Они формируют новый Такой интеллектуальный и технологический уровень КБ Новый интеллектуальный и технологический уровень отрасли Я считаю, что это явилось хорошим фундаментом Для того, чтобы на базе тех технологий, которые были разработаны Уже создать самолет совершенно другого класса Но функциональный истребитель Су-27 создавался как истребитель тяжелого класса Его задача — завоевание господства в воздухе А в случае необходимости сопровождения стратегических бомбардировщиков в дальних полетах Когда впервые Су-27 как сопроводитель бомбардировщиков появился на Северном полюсе Это произвело очень большое впечатление во всем мире Потому что такого никогда еще не было Этот самолет должен был стать нашим ответом На американский истребитель четвертого поколения F-15 Eagle Но когда новая Сушка уже была запущена в серию Стало ясно, что она уступает американцу Поняли, что некоторые характеристики Хотя они полностью удовлетворяли военных Не соответствовали тем, которые хотели получить Михаил Симонов был назначен главным конструктором Су-27 В феврале 1976 года Именно ему пришлось принимать решение Что делать с новым самолетом Убедить Министерство авиационной промышленности В том, что кардинальный пересмотр проекта Является необходимым условием его дальнейшего успешного развития Надо сказать, что в кратчайшие сроки Был создан практически совершенно новый самолет Самолет всегда задавался примерно на 20% лучших предущественников Здесь еще новое То есть не 20%, а не 30%, а 100% нового Самолет получился очень удачно А когда для российской авиации наступили тяжелые 90-е годы Именно Су-27 помог своим создателям Этот самолет было запрещено продавать за границей В 90-е годы, когда заказы нашего ВВС прекратились полностью Стоял вопрос очень простой АКБ будет жить или не будет жить? Так вот, в розы было вообще возможно создание самолета в России И вот здесь, опять же, я возвращаюсь к значению Михаила Петровича Симонова В это время генеральным конструктором предприятия был Михаил Симонов И ему пришлось самостоятельно искать выход на международные рынки боевой авиации Он предложил как-то выйти на экспорт этих машин Это была единственная возможность пойти Товар был Товар блестящий Год заинтересован Мир в нем Но реакция была Ну, вплоть до того, что Вот, выходите, родину продать Михаил Петрович доказывал, что не родину продаем А мы спасаем авиацию В конце концов, удалось выйти на Ельцина Объясню ситуацию И тот поднял это дело И разрешил продать первую партию самолетов Контракт с китайцами на поставку Су-27 В буквальном смысле слова выручил компанию Да и не только компанию Были спасены и другие предприятия Которые принимали участие в разработке этого самолета Компания сухой Не проела деньги Не потратила их там просто Я считаю, что грамотно, разумно Вкладывала в производство И в создание как раз новых самолетов Знаменитый индийский контракт Который шел вслед за контрактом с Китаем Вот там было все на ново И технически, и организационно Мы заключили контракт С дружественным нам Индией На самолет, которого не существовало Был прототип самолета Самолет Су-30 И с него начались переговоры Переговоры с индусами продолжались полтора года Их результат стал неожиданным Индусам предложили принципиально новую боевую машину Которая еще не было даже на бумаге Самолет, который на базе существующего прототипа Сильно отличается от него В пользу повышенной эффективности В пользу возможностей боевых возможностей Интеллектуальных возможностей До этого Такого контракта с инопартнерами В истории России не было Су-30 МКИ Стал первой в мире серийной боевой машиной Которая имела управляемый вектор тяги Благодаря этому удалось добиться Сверхманевренности самолета Когда Симонов говорил, что сохранил КБ Мы создадим новые самолеты Значит, все эти вот идеи его, его мысли Реализованы сегодня Экспортные контракты дали возможность Компании «Сухой» совершить качественный рывок вперед Это позволило в последующие годы Наконец-то начать перевооружение Российских военно-воздушных сил На сегодняшний момент поставка Нашим ВВС многоцелевых истребителей Су-30СМ идет полным ходом И по мнению строевых летчиков У этой машины в разы увеличены Боевые возможности Особенно по сравнению с теми самолетами Которые были до сих пор на вооружении Кроме того, благодаря уникальной Сверхманевренности этот истребитель Открывает новую эру пилотирования Дмитрию Рогозину посчастливилось Полетать на этом новом боевом российском самолете Контроль установки давления В данном случае это не экспортный вариант сушки Истребитель полностью адаптирован Под требования российских военно-воздушных сил Уникальная машина Которая позволяет делать любой пилотаж Которая слушается не просто движения руки пилота Она слушается его мыслей И в этом плане, конечно, при современной авиационике При том вооружении, которым он располагает Это грозная машина, способная Не просто добиваться превосходства в воздухе Сам факт ее появления в воздухе Вдушает страх любому неприятелю Су-30СМ Это не просто модификация Это шаг к созданию нового поколения Самолетов семейства Сухого За три десятилетия на базе Су-27 в компании Сухой Было создано уникальное семейство самолетов Палубный истребитель Су-33 Двухместный истребитель Су-30МК И его многочисленные экспортные варианты Сверхманевренный многофункциональный Су-35 Фронтовой бомбардировщик Су-34 Если говорить о программе Су-34 Это уникальная программа Которая в новейшей истории не имеет себе равных Потому что самолет был построен с такими характеристиками И сегодня является уникальным у нас в России И за рубежом лет 10-15, а может быть даже 20 Серийно будет производиться эта машина Которая, собственно говоря, является самолетом Следующего класса, следующего поколения Дает возможность шагнуть дальше в области создания Боевых авиационных комплексов Производства и продаж Фронтовой платформы Су-27 Множество модификаций Многие годы, которые сделаны на этой платформе Она предопределила возможность лидерства Фирмы Сухого И в конечном счете успех авиационной компании Представляет тот продукт, который она разработала И который она продает Сегодня вершиной модельного ряда сушек Является Т-50 Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Любая сложная техника не обходится без ошибок Главное, чтобы была надежная система проверки Гарантирующая безопасность полетов Эти ошибки проверяются с самого начала До конца эксплуатации Гарантировать, что Вся жизнь самолета пройдет без отказа Ну, с определенными регламентными работами С определенными ремонтами Так вот, для того, чтобы наш самолет был защищен Мы должны сделать 30 тысяч циклов Через каждые 7,5 тысяч циклов Мы снимаем, разбираем Вместе с разработчиком, с готовителем Смотрим, что там износилось И заменяем соответственные детали И вот этих вот циклов должно быть 5 раз больше, чем в реальном самолете Другими словами В шасси закладывается Пятикратный резерв надежности Совсем иная ситуация С планером самолета Ему такие резервы надежности не нужны Это зал статических испытаний Стенд номер 1 И он недаром называется номер 1 Потому что здесь разрешается самолет улетать То есть по результатам этих испытаний Самолет вообще поднимается в воздух Это как бы последняя инстанция В проверке конструкторских решений Технологических приемов И сборке изделия на заводе Это самолет Т-50 Вот так он выглядит в зале статических испытаний Буквально весь обвешан датчиками Здесь при испытаниях на прочность К самолету прикладываются нагрузки Которые он реально переносит в полете Начинаем испытания 10% Испытания идеальные считаются Когда самолет выдерживает 100% 30 40 То есть если он выдерживает меньше 100% Это значит он недостаточно прочный 70 80 Если он выдерживает сильно больше 100% Это значит самолет имеет достаточную прочность Но он перетяжелен То есть имеется возможность для снижения массы 100% Все Эта деталь самолета успешно прошла испытания Теперь она в бою не подведет Боевые самолеты с литерой Су на борту Не только стояли и стоят на страже рубежей нашей страны Они блестяще себя показали в военных конфликтах последних десятилетий И сушки именно поэтому были экспортированы почти в 40 стран мира А в некоторых государствах они вообще составляют основу ВВС Первым истребителем-бомбардировщиком ОКБ Сухого стал Су-7Б Су-7 изначально задавался как фронтовой истребитель А на его базе было решено сделать истребитель-бомбардировщик И развитие дальнейшего всего семейства Су-7Б Оно шло именно в этом направлении Повышение боевых характеристик истребителя-бомбардировщика Этот самолет долгое время был главным ударным комплексом нашей фронтовой авиации Его по достоинству оценили и за рубежом Индопакистанская война началась в декабре 1971 года К этому времени Су-7Б составляли основу ударной мощи ВВС Индии По отзывам Идусов Су-7Б очень неплохо себя показал в ходе индопакистанского конфликта Он имел достаточно мощную боевую нагрузку, две тонны А кроме всего прочего оказалось, что машина достаточно живучая То есть вот возвращались многие машины серьезными повреждениями Но тем не менее возвращались обратно на аэродром Но, наверное, больше всего сражений выпало на долю легендарного штурмовика Су-25 Как говорили конструкторы, получился летающий автомат Калашникова Простой, удобный, надежный Особенно хорошо показали себя Су-25 в Афганистане Так называемая фарахская операция Это было накануне 9 мая 80-го года Когда наши сухопутные войска пытались войти в одно из ущелий Где были расположены базы, оружие, продовольствие Наша пехота напоролась на очень сильное сопротивление На одну из машин повесили 8 500-килограммовых бетонобойных бомб Потому что на каждом изломе этого ущелья стояли настоящие доты А на втором самолете, который должен был работать по живой силе Было подвешено 32 сотки 100-килограммовых бомб Наши самолеты работали там два дня, не больше Но после этого наши войска прошли и вошли в ущелье без единого выстрела И сегодня главной проверкой при выборе самолета с зарубежными заказчиками Является его испытание на боевое применение Наши индийские заказчики нашли и другую форму испытаний наших самолетов Это участие в совместных учениях с американцами Результаты этих воздушных боев подтверждали эффективность нашей комплекции Это говорит о том, что даже такие нестандартные формы сравнения боевых самолетов Подтверждают эффективность разработок компании «Сухой» Не только важно придумать самолет, но важно поставить его на крыло, научить его летать Компания «Сухой» имеет сегодня самый мощный и продуктивный испытательный центр авиационной промышленности России Так, какие жалобы есть? Жалобы нет Жалобы? Полет, он готов Полторы тысячи полетов в год совершают пилоты летно-испытательной и доводочной базы компании «Сухой» Сто, сто двадцать пять восемьдесят четыре Именно здесь испытываются все новые самолеты компании, в том числе и Т-50 Это высотно-компенсирующий костюм ВК-15 называется В случае разметизации самолета на больших высотах Если происходит разметизация, соответственно, чтобы, как бы попроще объяснить Сосуды, грубо говоря, летчика не разорвало Вот по этим натяжным трубкам и шлангам подается воздух под давлением И этот костюм весь раздувает, сжимая тело летчика большим давлением И не дает, соответственно, этим самым сосудам повредиться И дает достаточно времени летчику, для того, чтобы он в экстремальных условиях снизился до безопасной высоты Зато он может пригодиться раз в жизнь, но вот тем самым он может эту самую жизнь спасти Когда на Максе нужно показывать самолет, чтобы его хорошо показать Там приходится его нагружать И перегрузка почти до 9, там, дотягиваешь Я достаточно часто Один из летчиков иностранных, он повернул голову, когда мы воздушный бой крутили И на перегрузке И перегрузка была всего лишь навсего пятерка И все, он повредил там позвоночный столб таким образом, что дальше он не смог летать А перегрузка 9, это еще больше Ну, то есть, вот представьте, если человек весит, допустим, 80 килограмм Он может на 9, да, получается 720 килограмм Темнеет в глазах на крутом верже И давит на сердце мне несколько же Я летчик Ко мне, свесив потом, можно просто отжать И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик Под крыльями смерть в оправе столи Она поднимается в небо со мной Я летчик И чтобы земля вновь не стала гореть И снова и снова я должен лететь Я летчик В процессе любого полета вся информация о нем обязательно фиксируется И потом уже анализируется на земле Информация хранится вот на таких жестких дисках, где записаны данные о 15 тысячах параметров Ну, как правило, в испытаниях одинаковых полетов нет То есть, каждый полет, он должен принести что-то новое Какой смысл повторять что-то? Но, тем не менее, те задачи, которые были, скажем, так сказать, оценены в прошлом полете Они несут какие-то, так сказать, в себе недостатки неисправности Они все равно еще раз оцениваются для статистики На любом самолете стоит два таких диска Каждый из которых записывает до 40 гигабайт информации Диски исключительно отечественной разработки И очень надежная Уникальная вещь А самое главное, он выполнен в таком ключе То есть, не имеет никаких волосяных разъемов Нормальный разъем, что никак его по-другому вставить нельзя Его можно уродить в воду, ударить как угодно То есть, ну, все сделано по-русски, очень правильно А завершается любой сложный полет летчика-испытателя Обязательным для всех висом на перекладине Когда высокая маневренность была продемонстрирована в полете Идет большая нагрузка на позвоночник Расстояние между дисками, оно сжимается Поэтому я считаю полезно немножко повисеть после полета Растянуть позвоночник Когда в начале 2000-х годов компания «Сухой» решила заняться гражданской авиацией Очень многие сомневались в успехе Технологии, которые отрабатываются при создании боевых машин Используются при проектировании самолетов гражданского применения В советское время практически все ведущие авиационные фирмы так и делали И Туполев, и Ильюшин, и Яковлев делали и боевые, и гражданские самолеты Но только не сухой В начале 90-х годов в России практически прекратились государственные закупки военных и гражданских самолетов Пассажирские авиакомпании предпочли расширять парк за счет зарубежной продукции Поскольку отечественная промышленность не смогла на тот момент Предложить конкурентные по цене и качеству лайнера И «Сухой» стала единственной компанией в нашей стране Которая решила рискнуть, создать гражданский самолет Этот ближнемагистральный лайнер должен был стать лучшим в своем классе не только в России Но и на мировом рынке Причем компания рисковала деньгами Которые с большим трудом удалось заработать на экспортных поставках боевых самолетов И они рискнули И создали самолет «Суперджет» Который теперь вышел на рынок конкурентной борьбы гражданской авиации С другими мировыми гигантами Для создания «Сухой» «Суперджет-100» в Комсомольске на Амуре Была реализована комплексная программа технического перевооружения По сути, был создан завод в заводе Конечно, это был риск Ведь еще неизвестно, станет ли самолет пользоваться спросом Главное, зачем мы в это полезли, если угодно Дабы не потерять авиацию гражданскую, российскую на сегодняшний день Мало того, технологии, которые применялись при создании боевых «Сушек» Помогают летать и этому гражданскому самолету Уникальную систему управления, которая обеспечивает Ну, самый высокий, какой только возможен на гражданских самолетах В уровне безопасности Самолет нельзя свалить в штопор Самолет предостерегает от попадания в критические ситуации полета Символично, что создание гражданского самолета нового поколения Шло в компании «Сухой» параллельно с разработкой боевой машины Т-50 Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Самолет Т-50, который сейчас создает компания «Сухой» Это действительно боевая машина будущего Она обеспечит надежную защиту рубежей нашей страны на ближайшие десятилетия Впервые технологии нового пятого поколения Начали отрабатывать в нашей стране вот на такой необычного вида машине Это Су-47 «Беркут» И что с первого взгляда поражает в самолете Особенное крыло Его еще называют крылом обратной стреловидности Крыло обратной стреловидности имеет определенные преимущества На больших углах атаки С точки зрения обеспечения большей подъемной силы Проблема заключалась в том, что для такой оригинальной схемы планера Достаточно сложно обеспечить динамическую прочность конструкции И эти проблемы оказалось возможным решить Только при применении в качестве конструкционных материалов Композиционных материалов Причем создавался Су-47 «Беркут» в очень сложных экономических условиях Начало 80-х годов Это конец эпохи развитого социализма Начало перестройки Там идет потеря финансирования целых отраслей Уже не говоря о каких-то отдельных опытных конструкторских бюро Но конструкторское бюро Это такой очень тонкий механизм Оно не может сегодня существовать Завтра не работать Послезавтра опять начинать работать Это непрерывный переход из одного состояния в другое Конструкторы не могли бы создать самолет пятого поколения Если бы не делали боевые машины предыдущих поколений И в ситуации, когда нет помощи от государства КБ Сухова решило проектировать Су-47 на свои собственные средства Которых в то время было не так много Потому что мы прекрасно на тот момент понимали Что нужен некий такой научно-технический задел Нужны такие опытные экспериментальные работы Которые могли бы лечь в основу самолета пятого поколения О котором только мечтали Вот так «Беркут» и стал летающей лабораторией Для нашей боевой машины пятого поколения Следующим шагом к этому самолету был Су-35 Машина поколения 4.2+. По экологии комплексы бортового оборудования не построены одинаково Но на комплексе Т-50 мы уже имеем возможность автоматизировать Большее количество режимов и задач Т-50 имеет такие характеристики, которых никогда не сможет получить Су-35 В части, например, мамы занятности В части скрытных режимов работы комплекса бортового оборудования Но для этого специального проектирования И перспективный самолет сразу создавался как серийный Производство нельзя организовывать, если не закладывать серийность уже в процессе проектирования и испытания Благодаря наличию госпрограммы вооружения Нам понятны наши объемы серийного производства На ближайшие 10 лет и даже на последующий период Наши великие основатели фирмы Сухова говорили всегда, что Не закончив проектирование самолета одного Надо приступать к разработке самолета следующего Мы сегодня этим занимаемся Мы все время должны добиваться амбициозных целей Все время должны ставить перед коллективом новые вызовы И это, собственно, является основой Летом 2014 года самолет пятого поколения Т-50 Поступил в военно-воздушные силы России на государственные испытания Формула школы Сухова – это точно выбрать цель Рассчитать к ней кратчайший путь Срезать угол, а значит выиграть время И даже если многим эта цель казалась недостижимой Он всегда этого добивался Александр Можайский, создатель первого российского самолета Говорил, что всю жизнь он хотел бы быть полезным своему отечеству И в этих словах, возможно, и кроется секрет успеха Компании Сухой Быть полезным своему отечеству Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить даже хмурый денёчек Покойного Нестера во внём петлю свернуть души Там вираж, бочек, горка, я лётчик Пускай перегрузкой предали стерплю Но небо родное предать я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней, а над нею Но только когда не по ней, а над нею Я лётчик Субтитры создавал DimaTorzok